Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Запад просчитался, решив, что доля России в мировом ВВП составляет 2%. Американский журнал National Interest вышел с любопытной статьей о просчете западных чиновников о роли России в мировом ВВП, который привел к просчетам в прогнозировании последствий западных санкций на российскую экономику. Автор статьи Карлос Роо сообщил, что заявление западных политиков о том, что доля России в мировом ВВП составляет жалкие 2%, что, споставимо с ВВП Италии, показало слепоту западных экономистов по части материальных реалий. По этой фразе, первоначально произнесенной сенатором Линдси Грэмом, в 2014 году строился план западных правительств по подрыву российской экономики. Считалось, что ослабить ее не составит труда в случае объединения коллективных усилий США и ЕС. Американский президент Байден и французский министр экономики Бруно Ле Мэр в марте прошлого года уверенно заявили о неизбежном крушении российской экономики под гнетом санкций, считая РФ региональной державой. На деле оказалось, что российская экономика с двумя процентами ВВП сумела без труда отразить атаку стран большой «семерки» контролирующих 35% общемирового ВВП. Российский ВВП под гнетом санкций снизился только на 2%. При этом указанное снижение вполне может быть отыгранным по итогам текущего года. Западные же страны от введенных санкций впали в рецессию и столкнулись с энергетическим и банковским кризисом, потеряв от экономического противостояния с Россией за год под 1 трлн долларов. Причем, если бы не теплая зима, размер потерь был бы заметно большим. Главная ошибка западных экономистов заключается в том, что ими не учтен фактор обладания России безграничными энергетическими ресурсами, необходимыми для жизнедеятельности, включая нефть, газ, уголь, лес, воду, драгоценные металлы, ура. Ограничение движения российских природных ресурсов поставило экономики западных стран в уязвимое положение. Второй просчет западных аналитиков связан с недооценкой фактора военной силы. Западные экономисты не учли влияние российской военной машины и мощи ядерного арсенала. Россия по-прежнему является единственной страной в мире, которая может обеспечить безопасность любого другого государства в мире от США. Даже Китай на это пока не способен, несмотря на статус крупнейшей в мире экономики.